Привет друзья! Вирус-шифровальщик является наиболее опасным типом вирусов. После проникновения в систему они удаляют пользовательские файлы и создают зашифрованные копии. Процесс расшифровки файлов без ключа шифрования практически невозможен. Это явно недоступно обычному обывателю и информацию можно считать утерянной навсегда. Как правило, такие вирусы выдают сообщения. Все файлы на вашем компьютере зашифрованы с предложением оплатить обратную расшифровку файлов, однако это будет пустая трата денег. Давайте подробнее разберемся, что делать, если вы подверглись атаке вируса-шифровальщика и ваши файлы зашифрованы. Как определить, что вы подверглись атаке именно ransomware вируса? Ваши файлы будут удалены и на их место будут созданы копии, которые имеют одинаковое расширение. Поставьте видео на паузу и рассмотрите детально эту информацию или же ознакомьтесь с ней в описании к данному видео. Скорее всего, все ваши файлы будут иметь иконку в виде белого листа без иконки или с иконкой архива. Рядом с зашифрованными файлами, как правило, создается текстовый файл или html-страничка с требованиями отдать деньги, как правило от 500 долларов, для получения ключа расшифровки. В первую очередь, не поддавайтесь панике и примите ситуацию таковой, какая она есть. Вы утеряли ваши файлы навсегда. Вы можете найти в множество дешифраторов, которые якобы разблокируют данные за небольшую сумму в 30-100 долларов, но скорее всего это будет обманом. Отправлять деньги создателю вируса тоже не стоит. В ответ вы не получите ничего, кроме более пристального внимания со стороны опытного хакера к своей персоне. Помните, что вирус по-прежнему находится на вашем компьютере и, возможно, продолжает сшифровать оставшиеся файлы. Отключите от компьютера все карты памяти, флешки, фотокамеры, планшеты и т.д. Отключите компьютер от сети или Wi-Fi для сбегания дальнейшего распространения. Нажмите Ctrl-Shift-Escape или Ctrl-Alt-Delete для перехода в список запущенных процессов и посмотрите их на предмет подозрительных. Такие вирусы сильно нагружают ресурсы компьютера, особенно жесткий диск и процессор. Обратите внимание на ресурсоемкие процессы в первую очередь и завершите их. Далее перейдите на вкладку «Автозагрузка» и отключите все приложения. Вы можете оставить те, в которых уверены, но помните, что они могут быть заражены и при старте запускать вирус. Кликните правой кнопкой по значку «Пуск» и выберите «Управление компьютером». Затем перейдите в планировщик заданий «Библиотека планировщика заданий». Посмотрите созданные задания и отключите подозрительные. После этих действий вирус не сможет запустить себя повторно и можно приступить к работе с файлами. Я бы порекомендовал установить антивирус «Касперский интернет-секюрти» или любой другой из числа лучших для защиты от повторного запуска вируса и защиты от распространения в процессе работы с файлами. Более детально о лучших антивирусах смотрите наш ТОП. Ссылка будет в описании к данному видео. Посмотрите ваши личные файлы и скопируйте все те, которые не были зашифрованы. Если вы не установили антивирус, помните, перенося файлы на другой компьютер, вы можете заразить его. Перейдите на сайт «Касперский». Ссылка будет в описании. Здесь собраны бесплатные программы-дешифраторы, предназначенные для расшифровки файлов от компании «Касперского», а также инструкция по их использованию. Для примера давайте рассмотрим, как расшифровать .xtbl файл. Введем расширение файла, который нам необходимо расшифровать и нажмем «Поиск». Сайт предлагает нам утилиту «Shade Decryptor». Скачиваем и запускаем ее. Нажимаем «Начать проверку». После укажите путь к одному из расшифрованных файлов. Если утилита не сможет определить идентификатор заражения, она запросит путь к файлу readme.txt, в котором будут оставлены требования троянца-вымогателя. Укажем путь к этому файлу. Обычно он находится в одном каталоге с зараженными файлами. Готово. Утилита проверила и расшифровала наш файл. Примечание. Учтите, что есть большая вероятность того, что не все ваши файлы возможно расшифровать подобным способом. Так что самое время подумать о резервировании ваших данных, вернее о восстановлении их из резервных копий. Если у вас осталась резервная копия важных файлов, вы счастливчик. Восстановите файлы из копии после лечения от вируса. Резервное копирование могло проходить как с помощью настроенной вами программой, так и без вашего вмешательства с помощью одного из инструментов операционной системы Windows. История файлов, точки восстановления, резервное копирование образа системы. В описании будут ссылки на видео, где мы подробно раскрываем эту тему. Если вы работаете на компьютере, подключенном к сети предприятия, то обратитесь за помощью к сетевому администратору. Скорее всего, резервное копирование было настроено им. Если поиски резервной копии не увенчались успехом, опробуйте программу для восстановления данных. Во время шифрования вирус создает новый файл и записывает в него зашифрованное содержимое оригинального файла, после чего оригинальный файл удаляется. Поэтому его можно попробовать восстановить. Загрузите и установите Hetman Partition Recovery. Проведите полное сканирование диска. Программа отобразит файлы, доступные для восстановления. Конечно же, вы не сможете вернуть все ваши файлы подобным образом, но это уже что-то. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем рады ответить на любые вопросы в комментариях. Всем спасибо за внимание. Удачи!